всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников скульпторов знакомиться с их автобиографии эмиль фриан французский художник реалист родился в городе диос 40 километрах к северо-востока от нанси в 1863 году его отец был слесарем а мать портнихой я пользуюсь википедией переводной впервые он выставил свою картину малыш фриан возрасте 15 лет на ежегодном городском художественном салоне сразу став местной знаменитостью годом позже выиграл городской грант был направлен городским муниципалитетом в париж мастерскую художника александра кабанель признанного мастера той эпохи кабанель научил его писать картины на исторические сюжеты в академическом стиле в париже познакомился еще с тремя художниками уроженцами лотаринги жюлем бастиен лепажем эмми моро и виктором пруэ в работах фриана того времени отразилось влияние бастиена лепажа бывшего в конце 70-х годов в большой мой 1882 году эмиль моро пригласил фриана выставить на парижском салоне две его картины блудный сын и интерьер студия эмили фриан в 1883 возрасте 20 лет он получил римскую премию второй степени за свою картину царь эдип проклинает своего сына полине выставленную в парижском салоне его портрет пруэ за работой получила римскую премию третьей степени в 1884 году а в 1885 он вновь выиграл римскую премию второй степени в то же время фриан подружился с французскими актерами братьями эрнестом и бенуа коклен для семьи коклен он написал более дюжный портрет на грант полученные им от парижских салона в 1886 году он отправился на учебу в нидерланд получил орден почетного легиона на него посыпались заказы портретов от политических и общественных деятелей а слава пересекла атлантику в 1889 он создал картины портрет мюзета венер салоне и разговор о политике в том же 1889 миссанье пригласил фриана поучаствовать в реформировании национальное общество изящных искусств с тех пор фриан принципиально выставлялся на ежегодных выставках общества хотя и продолжал участвовать парижском салоне представители реализма фриан писал преимущественно портреты и сцены из повседневной жизни как и многие его современники он использовал фотографии в качестве средства с помощью которого наилучшим образом можно передать действительность 1894 на парижском салоне салоне на морском поле испарнировались декоративные произведения заказанные французским правительством для украшения парижской ратуши и сорбонна среди них два больших панно работы фриана к этому времени фриан больше не создает выдающихся работ погрузившись написание портретов политических и общественных деятелей и аристократов в 1923 году был назначен профессором в живопись в школе изящных искусств в париже а затем стал членом института франции в 1932 фриан скоропостижно скончался в париже был похоронен в городе нанси вот так фрация из переводной википедии о французском художнике реалисте эмиль фриан пока-пока до свидания смотрим и работаем